Добрый день! Сегодня мы познакомимся с Национальным Академическим Оркестром Русских Народных Инструментов имени Осипова. А точнее сказать, с его инструментами мы услышим, как они звучат, и увидим их. Оркестр был создан в 1919 году. Именно в этом году состоялся первый концерт в Саду Пельмитаж. Большой успех выступления окрылил артистов и началась дружная работа по созданию репертуара и сотрудничеству с композиторами. Именно этот период совпал с растущим интересом к возрождению русского национального музыкального искусства. Проводятся концерты для Красной Армии. Оркестр принимает участие в музыкальном вещании на московском радио. А в 1936 году оркестр получает статус Государственного Оркестра Русских Народных Инструментов. В 1940 году оркестр возглавил замечательный дирижер Николай Петрович Осипов. Николай Петрович стал не только дирижером, руководителем, но и реформатором оркестра. И первое, что он сделал, он расширил рамки оркестровые. Он вводит в оркестр тембровые гармоники, русские народные духовые инструменты. Расширил группу ударных инструментов. И оркестр зазвучал новыми красками, новыми тембрами. И сегодня состав оркестра Осипова остался таким же, каким и был при Николае Петровиче. Итак, мы начнём наше знакомство с группами струнных щепковых инструментов. И одна из главных и ведущих групп – это группа домр, которая находится слева, по левую сторону от дирижера. О домре упоминалось в летописях ещё в XVI веке. И домре – это любимица скоморохов и простого народа. Скоморохи, как вы знаете, – это уличные музыканты, которые веселили народ своими песнями и музыкой, развлекали на праздниках, на городских ярмарках, на гуляниях. Но в своих шуточных песнях скоморохи обличали существующую власть. Их песни были с элементами сатиры. И поэтому в XVII веке по распоряжению царя было велено скоморохов отправить в Сибирь, казнить, а инструменты сжечь. И только благодаря Василию Васильевичу Андрееву, музыканту-просветителю, домра в XIX веке получила своё второе рождение. Инструмент домра, или как в оркестре он называется, домра малая, имеет три струны. Натяжение струн достаточно сильное, поэтому звук извлекается с помощью медиатора. Звук у инструмента звонкий, сильный, а тембр мягкий и тёплый. И этому инструменту подвластно изобразить и романтическое настроение, и чарующую красоту природы. И недаром в кинематографе, когда необходимо подчеркнуть очарование русской земли, за кадром мы слышим трепетный голос домра. Малая домра уже давно завоевала концертные площадки как солирующий инструмент. Виртуозная техника, разнообразные приёмы игры, игра двойными нотами, аккордами, сложные ритмические фигурации – все эти приёмы, которыми владеют солисты, домристы. И в репертуаре прекрасно звучат транскрипции, написанные величайшими композиторами, классиками. Для скрипки, для фортепиано, для флейты. А также для этого инструмента пишут и современные композиторы. И говоря о домре, нельзя не сказать о нашем замечательном музыканте-исполнителе-домресте Александре Цыганкове, который тоже долгое время работал в оркестре. Именно исполнительское мастерство Цыганкова способствовало подъёму в сольной домровой практике, его виртуозной техникой, владение сложными приёмами, тонкая музыкальность. Всё это делает его игру уникальной. И недаром Александра Андреевича называют «погамини русской доброй». Александр Андреевич является членом Союза композиторов. И, конечно, для своего любимого инструмента им создано много сочинений. И я хочу сказать, что в репертуаре любого домриста, начиная от музыкальной школы, заканчивая консерваторией, обязательно и есть сочинение Александра Цыганкова. Сейчас вы услышите звучание домре, вы услышите и виртуозную технику, и мелодическое, задушевное звучание инструмента. Прозвучит произведение «Алябьев бетан Соловей». Играет народный артист России Сергей Лукин. Играет народный артист России Субтитры подогнал «Симон» «Симон» В группу домр входят инструменты разных размеров. И самая маленькая домра в группе – это домра пиккола. Домра пиккола также имеет три струны, и звук извлекается с помощью медиатора. И звук у этого инструмента яркий, светлый, и её голос дополняет и украшает звучание оркестра. Инструмент этот был всегда оркестровым, но благодаря Николаю Николаевичу Калинину, человеку, который долгое время был художественным руководителем и главным дирижёром оркестра имени Осипова, домра пиккола зазвучала как инструмент сольный на концертной эстраде. При участии Николая Николаевича современные композиторы стали писать оригинальные произведения для этого инструмента, а музыканты-исполнители делают переложения классических произведений для домра пиккола. Как звучит этот инструмент, мы услышим чуть позже. А теперь перейдём к следующему инструменту. Значит, чуть больше домра малая, с которой мы познакомились, а ещё больше по размеру. Домра альт. Домра альт – инструмент с красивым грудным и мягким звуком, который служит для гармонического заполнения между верхним и нижним голосом. Этот инструмент тоже всегда был оркестровым, но в последнее время, и он также звучит как сольный инструмент на концертной эстраде, и мы часто можем слышать исполнение домристов-альтистов в сопровождении оркестра. И самая большая домра в группе – это домра-бас. Сейчас я покажу большая, большой инструмент. Вот домра-бас. Инструмент, который обладает таким насыщенным, бархатным звуком. Инструмент большой, и струны достаточно толстые. И чтобы играть красивым звуком, нужна, конечно, определённая сила пальцев. Инструмент этот тоже оркестровый. И опять же, благодаря Николаю Николаевичу Калинину, этот инструмент тоже зазвучал, как соливающий на концертной эстраде. И в оркестре Осипова даже существует ансамбль басовых домр. Вообще Николай Николаевич Калинин сделал всё для того, чтобы каждый инструмент в группе стал солирующим. И сейчас мы с вами услышим звучание домры-пиккола и домры-бас, самого маленького инструмента в группе и самого большого, самого высокого и яркого по тембру, и самого низкого и такого бархатного звучания, имеющего инструмент домра-бас. Вы услышите произведение Виктора Панина, концерт для домры-пиккола и домры-бас. Третья часть концерта, которая называется «Рэг-тайм». Играют заслуженные артисты России Людмила Сидорова домры-пиккола и Леонид Шуберт «Дора-бас». Играют заслуженные артисты России и Гринская плыль-пиккола. Играют заслуженные артисты России и гергр-пиккола, и гергр-пиккола. Играе и Гринская плыль-бас, и Гринская плыль-пowanie островной артисты России Играем заслуженные артисты России каждой кодеке ситуаций Joeилиwenид Шуберт «닥». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Балалайка – русский народный инструмент, который имеет тоже три струны И звук извлекается с помощью пальчика, в отличие от Домре Потому что натяжение струн более слабое, нежели от Домре Современный вид балалайка приобрела благодаря Василию Васильевичу Андрееву Музыканту, просветителю, который много ездил по стране, собирал инструменты, реконструировал их И создал вначале ансамбль балалайк, а потом и оркестр Звук у балалайки звонкий, но в то же время мягкий и нежный Балалайку в оркестре еще называют балалайка-прима Инструмент уже давно завоевал сольные площадки благодаря музыкантам-исполнителям И один из выдающихся музыкантов-исполнителей на балалайке был Николай Петрович Осипов Как вы знаете, Николай Петрович ввел новые приемы игры на балалайке Расширил репертуар балалайшный, много концертировал, гастролировал И тем самым внес огромный вклад в исполнительское искусство игры на балалайке Балалайка – истинно русский инструмент И в его звучании мы слышим и русскую душу, то разудалую, а то печальную и задумчивую Не даром балалайка воспринимается не только как инструмент, но и как символ России И если у вас спросить, какой вы знаете русский народный инструмент То многие ответят, не задумываясь, это русская балалайка Балалайку любили слушать и Пушкин, и Лермонтов, и Горький, Толстой А композитор Петр Ильич Чайковский восклицал, какая прелесть эта балалайка Какой чудный и прозрачный звук, интересный и удивительный тембр Балалайка вызывает удивление и у иностранцев Которые удивляются, как это можно на обыкновенной трёхструнной балалайке Играть такие сложные классические произведения Балалайку любят и во всём мире Вот, например, в Японии существует оркестр балалайк Так и называется токийская балалайка Есть оркестры в США Там есть ассоциации домристов и балалайшников На балалайке любят играть и в Норвегии, и в Дании, и в Швеции И совсем недавно я узнала, что, оказывается, у нас в стране существует праздник балалайки То есть 23 июня отмечается День балалайки В оркестре балалайки представлены тоже разных размеров Чуть больше балалайки примы Это балалайки секунды и альт Вот вначале я вот прима, давайте покажем вам А вот теперь посмотрите, чуть больше Это секунды и альт Это только оркестровые инструменты И у них в оркестре аккомпанирующая функция А ещё больше Это у нас балалайки Бас и контрабас Которые проводят в оркестре басовую линию И тембр у них низкий, глуховатый И играют на этом инструменте медиатором Так как струны очень толстые И сам инструмент большой И вы видите, что на этом инструменте играют музыканты-мужчины И чтобы прижать струну Одним пальцем это сделать невозможно И музыканты нажимают сразу тремя пальцами на струну Чтобы ровный, красивый звук был Хорошо звучал инструмент Сейчас мы... Ну и вообще, да, ещё можно про контрабас сказать Что, конечно, это контрабаса, можно сказать Это фундамент всего оркестра Вот эти низкие голоса И сейчас мы услышим с вами Как звучит сольный инструмент Из группы балалайок Это балалайка Прима Звучит весёлое и разудалое произведение Шалова Сыпь Семён Играют музыканты-лауреаты Всероссийских международных конкурсов Константин Захарата и Владислав Карпов Играют музыканты-лауреат 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И еще одна группа струнов щипковых инструментов – это гусли. Гусли – инструмент русский народный, и на нем играли скоморохи в старину, развлекая песнями и танцами княжеские боярские застолья. А у царя Ивана Грозного для его увеселения был создан целый ансамбль гусляров. На гуслях играли и герой старинного эпоса Садко, Добрыня Никитич, и звучание гусли завораживает с первой ноты. Переливчатые переливчатые арпеджированные аккорды создают впечатление умиротворения и покоя, а мелодический голос может изобразить и колокольный звон, и пение птиц, и журчание ручья. В оркестре представлены гусли клавишные и щипковые. Гусли клавишные, в принципе, как и щипковые, это стол такой со множеством натянутых струн. И с левой стороны у щипкового гусли стоит клавиатура. Музыкант, нажимая на клавиши, левой рукой, а правой рукой с помощью медиатора ведёт по струнам арпеджированные аккорды снизу вверх. Гусли щипковые звукоизвлечения происходят с помощью подушечек пальцев. И происходит это за счёт защипывания струн двумя руками. Причём правая рука играет мелодию, левая – аккомпанемент. Выдающимся исполнителем на гуслих была Вера Николаевна Городовская, которая тоже долгое время работала в оркестре. И однажды, попробовав играть на гуслих, она была очарована этим инструментом, влюбилась в него и посвятила ему всю свою жизнь. Она стала не только блестящим исполнителем, но и талантливым композитором и создала для этого инструмента много произведений. И сейчас мы с вами услышим произведение Веры Николаевны Городовской «Воспоминания об Андрееве». Играет дуэт гусли, гусли-кланши и щепковые. Играют народные артистки России Алла Дагадова и Майя Воронец. Играет народные артистки России Алла Дагадова. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Вот мы с вами познакомились с группами струнных щипковых инструментов Национального академического оркестра русских народных инструментов имени Осипова. Мы увидели инструменты, мы услышали, как они звучат в исполнении солистов-инструменталистов оркестра Осипова. И в следующей нашей встрече продолжим знакомство с остальными группами оркестра. Итак, до новых встреч! И хочу пожелать любить русское национальное искусство, любить русскую национальную музыку.